Утро 27 июля для юбиляра стало по-настоящему праздничным. Представители местной администрации, Управления социальной защиты, Совета ветеранов пришли лично поздравить с днём рождения Михаила Никитовича. Поздравительные адреса виновнику торжества направили президент России Владимир Путин и губернатор области Андрей Воробьёв. Такое внимание со стороны государства Михаил Никитович заслужил своим добросовестным трудом. В 1952 году молодым парнем он пришёл на московский коксогазовый завод. Работал в разных должностях, а когда стал машинистом коксовый талкивателя, создал отличную бригаду, опыт которой был представлен на главной выставке страны ВДНХ. И 37 лет он отдал служение этому заводу. Он не просто заводу служил, он служил городу, району, Подмосковью, людям, жителям. Потому что как общественник в те годы и представлял район, представлял и в Верховном Совете. В 70-е годы по инициативе Михаила Никитовича в коксовом цехе была собрана общественная библиотека, куда он первым принёс 18 томов художественной литературы. А в заводском доме культуры под его руководством проводились семейные вечера, о которых до сих пор сохранились добрые воспоминания. Михаил Никитович всегда был и остаётся душой любой компании. Ту доброту, которую он мне дал, я иду поэтому по жизни, стараясь тоже людям отдарить добро. Необычайно позитивный человек, дружелюбный. И знаете, как всегда, я никогда не слышала, чтобы он кого-то осуждал. Он всегда найдёт какой-то приятный выход из ситуации сложившейся, любой выход, хороший какой-то. А Людик скажет доброе. О своих наградах Михаил Доли рассказывать не любит. Но их очень много. Он является заслуженным металлургом РСФСР, кавалером Ордена Ленина и имеет ряд других государственных наград. А в 2015 году получил почётное звание гражданина города Видное. Но это не самое главное в жизни для нашего героя. Самое достижение в жизни, что я стал полезен Родине. И Родина меня не забыла. И местная власть, и государство. И до сих пор заботится о мне. Но самая радость моя, я вам скажу, была, когда заводу присвоили, наградили орденом Трудового Красного Знамени. Вот, представляете. А у меня лично счастье, что жена родила дочь от Наташи. Вот это два были, представляете. В свои 90-е Михаил Никитович бодр духом и рад гостям, а главное – общению. Юбилей он встречает в кругу близких людей и друзей. А это дорогого стоит. Ирина Бокова, Евгений Садовский, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.